Музыка Особое значение в экономической политике нашего государства приобретают вопросы ценообразования в агропромышленном комплексе, от которых зависит как благополучие каждого гражданина нашей страны, так и устойчивое развитие наших отраслей. Имея в виду, что цены ВПК представляют собой единую и комплексную систему, элементы которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Изменение уровня и структуры цен в одном сегменте приводит к изменению всех ценовых отношений в агропромышленном комплексе. Хочу напомнить, что в 2021 году в России индекс цен производителей сельхозпродукции составил 119%, что является максимальным значением, отмечаемым за последние десятилетия. В то же время, еще большими темпами росли цены на промышленные средства производства. За год они увеличились на 24,5%. В результате, за прошедший пятилетний период, рост цен в первой сфере АПК составил 46%, а это в два раза больше, чем в сельском хозяйстве. Отсюда можно делать соответствующие выводы. Вот почему сейчас крайне важно разработать и внедрить долгосрочные механизмы, гарантирующие предсказуемость цен, о чем говорил президент в своем послании к Федеральному собранию. На наш взгляд, основными направлениями регулирования цен могут быть следующие. Во-первых, в части оптимизации структуры затрат сельхозтоваропроизводителей необходимо по нефтепродуктам, введение нулевой ставки по акцизам на продажу топлива для сельхозпроизводителей, о чем мы говорим уже десяток лет. Далее, регулирование цен на минеральные удобрения. Проблема экономической доступности минеральных удобрений для аграрии в перспективе, к 2030 году еще больше усугубится, поскольку, исходя из научно обоснованных норм и наших расчетов, необходимо увеличить объемы внесения удобрений практически в два раза. Поэтому в сегодняшних условиях, во-первых, целесообразно зафиксировать необходимые объемы внесения минеральных удобрений по годам, во-вторых, установить квоты по их реализации на внутреннем рынке и, наконец, в-третьих, определить предельный уровень цен на данное удобрение, в том числе исходя из индекса инфляции. Вторым направлением стабилизации ценовой ситуации должно являться обеспечение доходности товаропроизводителей, ибо высокая цена на продовольствие в магазине не означает столь же высоких доходов сельскохозяйственного товаропроизводителя. По этому направлению считаем необходимым внедрение комплексной системы защиты сельхозпроизводителей в случае изменения доходов или цен. В качестве примера можно привести, хотя мне не очень хочется приводить эту страну, Штаты, где в первом случае осуществляется покрытие сельскохозяйственных рынков из-за снижения урожайности культур ниже гарантированного уровня. Во втором случае фермерам покрываются убытки вследствие падения цен реализации на сельхозпродукцию, ниже установленной в законе о сельском хозяйстве базовой цены. Таким образом, аграриям гарантируется хотя бы минимальный уровень рентабельности. Говоря об итогах реализации нашей госпрограммы, к сожалению, необходимо констатировать, что в прошлом году были не выполнены два важнейших ключевых показателя по индексу производства продукции сельского хозяйства и индексу физического объема инвестиций в основной капитал. В 2021 году индекс сельхозпроизводства составил 99%. Необходимо отметить, что на 2022 год Минсельхозам также запланировано снижение объема производства продукции сельского хозяйства, что с нашей точки зрения явно недостаточно для динамичного развития отрасли и тем более задачам быть драйвером и локомотивом выхода из кризиса. Что касается инвестиций, то в прошлом году инвестиции в основной капитал в целом по экономике выросли на 7,7%. В сельском хозяйстве прирост составил всего 2,5%. Необходимо напомнить, что в 2020 году отраслевые инвестиции сократились на 7%. То есть у нас восстановительного роста инвестиций не произошло, в отличие от ситуации в целом по экономике. И главными причинами недостаточной инвестиционной активности с нашей точки зрения являются существенные инвестиционные риски, высокая стоимость заемных ресурсов и нестабильность объемов оказываемой господдержки. И в сегодняшней ситуации нивелирование государством этих рисков важно как никогда. В связи с этим мы считаем целесообразно, как можно быстрее сформировать специальный инвестиционный фонд АПК, как институт развития для всех товаропроизводителей. Наше предложение находит поддержку в Госдуме, в Совете Федерации, в Министерстве сельского хозяйства. Однако, к сожалению, экономический блок нашего правительства пока тормозит это предложение и не дает ему хода. Третьим направлением стабилизации ценовой ситуации на агроподавостном рынке должно являться регулирование ценовых отношений между сельским хозяйством, пищевой промышленностью и торговлей, в том числе на внешних рынках. Тут считаем необходимым следующее – создание комплексной системы мониторинга цен, охватывающей всех участников продовольственной цепочки от поля до прилавка. Во-вторых, необходимо расширить перечень социально значимых продовольственных товаров и установить на них предельные надбавки в оптовой розничной торговле, а также предельные надбавки импортеров. Кстати, это делается в Белоруссии. Введение более обоснованных плавающих пошлин в целях защиты внутреннего рынка от влияния мировой конъюнктуры, расширение доступа малых форм хозяйства на рынке, о чем сегодня уже говорилось, развитие интернет-торговли и, наконец, в условиях, когда реальные доходы населения за последние 8 лет сократились на 6%, крайне необходима скорейшая разработка и реализация мер поддержки внутреннего спроса на продовольственные товары, в том числе через систему внутренней продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения, о чем мы также говорим уже десяток лет. Все эти перечисленные направления регулирования цен вряд ли можно добавить в государственную программу, пусть даже и отдельным блоком с выделением финансового обеспечения. Поэтому предлагаем разработать и принять федеральный закон, регулирующий цены и ценовые отношения ВПК и на продовольственном рынке. Нет времени для его расшифровки. Таким образом, считаем, что регулирование ценовых отношений ВПК и на продовольственном рынке можно разделить на два подхода. Это, первое, регулирование на рынке социально значимых продовольственных товаров и регулирование на рынке остальной продукции, которая должна базироваться на свободном ценообразовании, но в пределах установленного коридора, при котором верхний предел защищает интересы покупателей сельхозпродукции, а нижний позволяет сохранить гарантированный минимальный доход аграриям на основе применения комплексной системы инструментов и механизмов. Что касается проекта решений нашего общего заседания, то в целом мы поддерживаем его. В то же время, по пункту 9, отменить все штрафы в будущем касательно выбросов СО2 считаем целесообразным не отменить, а временно приостановить. Также считаем необходимым расширить рекомендации в части регулирования ценовых отношений ВПК, о чем идет речь. Что касается стратегии, то на наш взгляд слабым местом является самоорганизационно-экономический механизм. Он очень слабо представлен. Не просматривается, какова у нас будет кредитно-финансовая политика, налоговая политика, государственная поддержка и институциональное преобразование в стране. Благодарю за внимание. Продолжение следует...